От 3D-моделей изделий и подготовки металла до готового диска. На лицейно-механическом заводе «Скат» можно увидеть полный цикл производства легчайших колес из алюминия. В год предприятие выпускает более миллиона колес разного дизайна. И все у нас под рукой в Девногорске, в 40 километрах от краевой столицы. Производители подчеркивают, что основная цель – расширить производство и сбыть на отечественном рынке. Но продукция края востребована и за рубежом. Завод активно сотрудничает с автопроизводителями по всему миру. Это всем известные «Форд», «Ситроен», «Тойота», «Вольксваген». Например, вот эта конкретная партия отправится прямиком в Германию. «Скат» производит более 100 моделей до 5000 типоразмеров – от самых доступных до премиум-класса. После того, как завод вошел в состав «Русала», объемы работ начали расти. Но, по словам президента компании, это только начало. Следующая ступень – формирование так называемой технологической долины. Мы надеемся, что больше таких производств мы сможем привлечь. Это будет не только производство колес, это будет производство экструзионной продукции, профилей, возможно, радиаторов, возможно, рам для велосипедов. То есть любые изделия из алюминия или сплавов из алюминия мы будем привлекать в технологическую долину. И, соответственно, бизнесменов, предпринимателей будем находить для них способы финансирования, способы предоставления отсрочек по приобретению металла для того, чтобы эти производства развивались. Расширение производства позволит увеличить количество отечественной алюминиевой продукции на рынке минимум на 10%. По словам в Рио губернатора Александра Уса, это глобальные перемены. И коснутся они всех. С точки зрения технологии, возможности инвестирования, совершенствования производства, ну и, естественно, увеличения рабочих мест. Поэтому под, что называется, крылом русала скат имеет более устойчивые и надежные перспективы. Планы на будущее сегодня обсудили на совещании. К концу года завод должен повысить показатели выпускаемой продукции на 1 миллион 350 тысяч колес в год. Для этого предприятия оснащают новыми станками и оборудованием. Всего стоимость инвестиционного проекта составляет 3 миллиона долларов. Екатерина Широкова, Николай Чистяков, Новости ТВК.